Это расследование пафосно называли делом чести, но именно оно может стать делом бесчести для Украины. Год назад в центре Киева убили журналиста Павла Шеремета. Тогда кадры со взорванной машиной облетели весь мир, а правоохранители всех рангов обещали, убийство раскроют быстро. Но вот прошел уже год, а результатов ноль. Важные доказательства упущены, а существенные улики следствию подбрасывают журналисты. Что происходит с делом Павла Шеремета и есть ли перспективы поставить в нем точку, спрашивала наша Инна Томина. Я приветствую вас, братья и сестры, из Киева. С неизменной улыбкой он шутил всегда и сразу располагал к себе людей. Для кого-то Павел Григорьевич, для кого-то просто Паша, но для всех безусловный авторитет. Журналист Павел Шеремет. Слава Украине, героям слава. Вначале он бежал от режима из Белоруссии в Россию, а уже оттуда в Украину. Удачи вам в борьбе за свободу российского народа. Спасибо. Мы с вами. Он еще издевает. Вот уехал в Киев, а теперь издевается. Всего вам доброго. Здесь можно шутить. Российский оппозиционер Борис Немцов и Павел Шеремет были хорошими друзьями. Они называли друг друга Павлуша и Борис Ефимович. Шеремет пережил Немцова чуть больше, чем на год. Их обоих убили дерзко и показательно. Немцова в самом центре Москвы, а Шеремета в Киеве. На этой неделе в деле российского оппозиционера поставили точку и огласили приговор назначенным убийцам. В деле Шеремета прогресса нет. Спустя год после убийства до сих пор нет установленных подозреваемых, арестованных, нет возбужденных уголовных дел. Справедливость не восстановлена. Машину с Шереметом взорвали утром 20 июля. Вот тут, на пересечении улиц Хмельницкого и Франко. Журналист спешил на радиоэфир, но в автомобиле сработала самодельная бомба. Этот злочин, совершенный не просто профессионалами, а людьми, которые имеют опыт спецоперации. Сразу же после убийства и правоохранители всех рангов, и ВИП-чиновники обещали, расследование будет быстрым и качественным. Мол, это дело приоритетное. Если какая-то версия будет, я уверена, что версия будет, потому что это очень важно, дело чести для полиции Украины. Делом чести расследование убийства Павла Шеремета назовут еще не раз. Как и многое другие преступления без наказания. Майдан – дело чести. Расстрел в княжичах – дело чести. Котлы – дело чести. Шеремет – дело чести. Что у нас только не дело чести. И ничего не расследуют. Не расследуют, а только обещают. Спустя год родные и близкие Павла Шеремета слышат все те же заверения. Они говорят, что это самое важное и громкое дело, и оно у них на контроле, у президента. И они, конечно, все заинтересованы в том, чтобы это дело было раскрыто. Но конкретно о том, что происходит, они сказать не могут, ссылаясь на то, что это тайна следствия. А следствие вроде как идет. На данный момент допросили более трех тысяч человек. Но подозрение не объявлено никому. А эксперты говорят, чем дальше, тем сложнее расследовать дело. Ведь драгоценное время упущено. Да и кажется, что именно журналисты заинтересованы в расследовании куда больше, чем сами правоохранители. Именно они подбрасывают полиции новые факты и демонстрируют упущенные улики, как в фильме расследования «Следство.Инфо». Расследование дела Павла Шеремета, без сомнения, репутационная необходимость для Украины. Но при этом тщательного расследования нет. Это констатируют и западные журналисты. На днях они прилетали в Киев. Мы не увидели достаточной политической воли властей страны для расследования этого запутанного и сложного дела, а именно должного понимания со стороны тех, кто руководит этим процессом. Что это дело должно быть национальным приоритетом. Это порождает ощущение безнаказанности, что журналистов можно убивать, запугивать, угрожать им. Мы должны знать, кто убил Павла Шеремета. Чтобы спасти имидж страны, нужно провести независимое международное расследование и привлечь иностранных криминалистов. Хотя еще прошлым летом глава нацполиции заявляла, что с уликами уже работают эксперты ФБР. Это одна из лучших лабораторий, вот именно лабораторий, которая изучает доказательства на месте совершения преступления. То есть собирает, выполняет. У них есть лаборатория. Я уверен, что эту взрывчатку они разложили уже до млеку. Откуда она пришла, откуда она приехала, кто ее привез, каким образом она сюда попала и все остальное. Опять этих результатов нет. Может быть, этих результатов нет, потому что это тайна следствия. И вся общественность это завтра узнает, что на самом деле произошло. Может, потому что невыгодно, чтобы об этих результатах стало известно. Сейчас основные версии убийства, российский след и профессиональная деятельность Шеремета. Хотя доказать ни ту, ни другую полиции пока не могут. Сейчас все можно спасать на российский след и забыть об этом. Я очень не хочу, чтобы это было в этом случае. Я очень хочу конкретных людей, а не то, что в какой-то момент выйдет официальное следствие и скажет, что это российский след, а дальше мы ничего расследовать не можем. Уже на следующей неделе журналисты ждут доклада министра внутренних дел. Когда же в этом громком деле чести будет поставлена точка? Инна Томина, Вадим Свиридонов и Вячеслав Фролов. Подробности недели телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова